Рамонь – поселок городского типа, административный центр Рамонского района Воронежской области России и Рамонского городского поселения. Впервые это название, привязанное к данной местности, упоминается в документах, написанных еще до основания города Воронежа. В одной из книг сторожевой службы русским людям, служившим на охране южных окраин Московского государства, в 1571 году предписывалось ездить от урочища на Дону Кривого Бора, где сейчас деревня Кривоборье, налево от Воронежа реки до городища Ромня, до болота и до колодезя шесть верст. Во время этих разъездов люди видели только городище, то есть остатки какого-то древнего поселения, сохранившего свое название. Само это поселение могло возникнуть здесь, между речью Дона и Воронежа, в конце IX или в начале XII века, в период переселения в наши места славян с Черниговской земли. Из тех мест было принесено и название какого-то древнего черниговского поселения. На его месте сейчас находится город Ромны, Сумской области. Поселение Ромня, между речью Дона и Воронежа, разрушено во время татаро-монгольского нашествия в XIII веке. Но после 1571 года, когда сюда приезжали люди для сторожевой службы, оно недолго оставалось пустым. Вскоре после основания Воронежа, в конце XVI века, здесь появляется деревня, заселенная служилыми людьми. Она стала называться по городищу Ромонь. А по данным дозорной книги, в 1615 году здесь уже значится село с церковью. В этом документе говорится, село Ромонь на реке Воронежа за помещики. В селе Церковь, Никола Чудотворца, Древня, Клёцкие пашни паханые церковной земли 5 четвертей, до Дикого поля 5 четвертей. Обоего пашни и Дикого поля 10 четвертей в поле. Сено на реке Надону, по обе стороны Дону. Да по реке Буравленке 25 копен, а лес писан ко всему селу. В 1670 году жители Ромони участвовали в ремонте крепостных сооружений города Воронежа, башен и стен. В 1697 году в Ромоне сооружена верфь, по которой по указу Петра I строились корабли. В 1711 году по делам службы в Ромоне был капитан Витус Беринг. Ромонь входила в состав Воронежского уезда, была центром Березовского района. В 1803 году построена Каменная Николаевская церковь, а в 1840 году сахарный завод, принадлежавший семье Тулиновых, затем Шелле. В 1900 году была построена паровая фабрика конфет и шоколада, известная качеством и ассортиментом продукции за пределами России. Каменная Николаевская церковь построена на средства помещика Тулинова. В указателях храмовых праздников за 1884 год приводятся данные начала XVIII века. В Ромоне в Никольской церкви два церковных двора, два помещичьих, два крестьянских и девять однодворческих. По данным справочной книги для духовенства Воронежской епархии, за 1900 год в штате церкви числился священник Григорий Кириллович Попов и псаломщик-дьякон Федор Александрович Базилевский. Церковные земли насчитывали 33 десятины. В советское время церковь была снесена, и лишь в 1999-м, в 2002-м годах по образу и подобию сооружена новая, в своем внешнем виде частично воспроизводящая облик прежнего храма. В 1880 году в Ромоне была открыта школа и больница. Основано образцовое откормочное хозяйство крупного рогатого скота. Построен комплекс конного завода. В 1887 году построен дворец принцессы Евгении Максимилиановны Альденбургской, в который приезжали многие члены царской семьи. В 1901 году построена железнодорожная ветка Ромонь-Графская. С 1901 года в имении Ольгина жила сестра императора Николая II, великая княгиня Ольга Александровна. В 1908 году земли и заводы были переданы в отдельное ведомство. В собственности семьи Альденбургских остался только дворец. В годы Первой русской революции рабочий класс Ромони выступал против угнетателей. В октябре 1905 года бастовали рабочие сахарного завода. Сюда присылалась воинская команда для подавления этих выступлений. Спустя несколько дней здесь сгорели сахарные склады и лесопильня. В мае-июне 1906 года рабочие сахарного завода и конфетные фабрики проводили собрания и митинги. На них обсуждался вопрос о создании профессионального союза рабочих кондитерского производства. Была принята резолюция о подношении к Государственной Думе. На собраниях присутствовали большевики из Воронежа. В годы советской власти с 1928 года Ромонь являлась центром Березовского района. С 1938 года она поселок городского типа, а с 1965 года центр вновь созданного Ромонского района. В 1849 году в Ромоне родился Сергей Иванович Мосин, творец русской трехлинейной винтовки. Ему на родине установлен памятник. Уроженцем поселка является герой Советского Союза Петр Тихонович Тутуков. В первые месяцы Великой Отечественной войны свыше 15 тысяч ромонцев влились в ряды Красной Армии. В здании ромонского военкомата круглосуточно велась мобилизация. Мобилизованные защитники Родины шли ко дворцу на митинг. Затем в сопровождении родственников через Ромонский мост и реку Воронеж направлялись эшелоны для отправки на фронт. Ушедших на фронт мужчин на полях и предприятиях заменили женщины, старики и подростки. На ромонской машинно-тракторной станции из 99 женщин, закончивших курсы трактористов, были сформированы женские тракторные бригады. Овладев профессиями ремонтных рабочих, в Ромоне женщины готовили сахарный завод к сезону сахароварения, убирали урожай на полях, сдавали в фонд обороны денежные сбережения. На 1 января 1942 года от населения района в отделение Госбанка поступило 140 282 рубля. Были перечислены 6 тысяч рублей, заработанные молодежью на районном субботнике. 28 июня 1942 года, создав многократное военное превосходство, гитлеровцы силами 4-й немецкой танковой армии, при поддержке 2-й и 6-й полевой армии, 2-й венгерской армии и 4-го воздушного флота, прорвали фронт в районе Курска на стыке 13-й и 40-й советской армии. Немецко-фашистские войска начали стремительное продвижение к берегам Дона с целью успешного осуществления операции Блау по захвату города Воронежа. Противник стремился достичь выгодного стратегического положения для повиноносного наступления на Кавказ и Сталинград. К 6 июля 1942 года враг оккупировал все Донское правобережье и правобережье города Воронежа, захватив село Подгорное, вышел на Задонское шоссе и создал реальную угрозу дальнейшего продвижения в северном направлении и оккупации между речи Воронежа и Дона. Для стабилизации линии фронта 6 июля 1942 года по флангу немецкой группировки Вейхса был нанесен удар 5-й танковой армии генерала-лейтенанта Александра Лизюкова. Для наступления в направлении Землянск-Хохол и нанесения расчленяющего удара армия заняла рубеж Каверья-Павловка-Новосильская и вступила в бой. Только с 6 по 20 июля враг понес большие потери. Были уничтожены 21 355 солдат и офицеров, 357 танков, 35 самолетов и другая техника. Удар оттянул на себя 24-й немецкий танковый корпус и 3 немецкие пехотные дивизии. Враг был остановлен. Немцы не смогли форсировать Дон на рубеже Подгорное, Новоподклетное, Новоживотинное. В это грозное время железнодорожная станция «Рамонь» имела особое стратегическое значение. Она соединила неоккупированные немцами северо-восточные территории Воронежского края с центром страны. На станции формировались железнодорожные составы мобилизованных граждан. Сюда на помощь Воронежскому фронту прибывала живая сила, техника, боеприпасы, амбунтирование, продукты и медикаменты. Здесь размещались центры эвакуации раненых и прифронтовые госпитали на хуторе Поляна и поселке Бор. На станционном элеваторе день и ночь шла отгрузка зерна в железнодорожные составы для отправки в центр страны и муки в полуторке, грузовые машины для армейской хлебопекарни, которые разместились за рекой у сахарного завода и в деревне Паринова. На погрузке весь световой день работали бригады рамонских девушек-комсомолок. Валились от усталости, спали тут же на зерне, их лица и руки были черными от пыли. Когда составы зерном были отправлены, на железнодорожную станцию подавались вагоны-теплушки для отправки раненых. Девушки принимали участие и в этой живой погрузке. Перетаскивали носилки, поправляли повязки, поили раненых водой, работали на пределе. Но больше всего людей изматывали бомбежки. День и ночь над станцией висели фашистские бомбардировщики. От их массированных налетов не спасали ни окопы, ни землянки, ни огромные лесные массивы, окружающие станцию. Бомбили при свете зажигательных бомб ночью и на рассвете и днем. Особым ударом подвергались движения войск, живой силы и техники. Одного животинного Доломова с захватчиками продолжали героически сражаться 237-я стрелковая дивизия и 248-я стрелковая бригада. 27 января 1943 года, наступая по направлению на Чистую Поляну и Перлевку, они овладели крупным опорным пунктом врага в Ольховатке и вышли на рубеж Коверье-Гремячье. Разгромили фашистские группировки в Трещевке и Перлевке. К концу дня, 28 января 1943 года, вся оккупированная часть Рамонского района была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. С 3 ноября 1965 года Рамонь стала районным центром. Работали сахарные молочные заводы, хлебозавод, при котором были колбасный цех и цех производства газированных напитков. Крупнейшим предприятием была Рамонская птицефабрика. Радовала своей продукцией фабрика художественной керамики. В 1959 году открылся кинотеатр «Колос», в настоящее время отреставрированный. В конце 60-х построено здание КПСС, районная поликлиника. В 70-е и 80-е годы рядом с площадью Ленина разместился торговый центр здания «Рус». В 90-е годы преобразился центр Рамони. В 1996 году состоялась закладка и открытие монумента, посвященного 300-летию российского флота. Построен новый торговый комплекс, здание современного жилого дома, здание новой церкви Николая Чудотворца. Выполнено плиточное покрытие центральной площади. К 400-летию Рамони в 2013 году был организован комплекс торжественных мероприятий. Открытие парковой зоны у дворцового комплекса «Альденбургских». Открытие детского парка, открытие памятника карете рядом с районным центром культуры и досуга. Открытие нового районного стадиона «Юность». В 2014 году отремонтировано дорожное покрытие большинства улиц Рамони, открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время Рамонь – это современный поселок с развитой инфраструктурой, комфортной для проживания, привлекающей своей богатой историей и красивейшей природой множества гостей. Известными людьми, которые родились в Рамоне, являются Елеонора Валериановна Беляева – советский и российский музыкальный редактор, бессменная ведущая программы «Музыкальный киоск». Сергей Иванович Мосин – российский конструктор стрелкового оружия. Александр Иванович Серый – советский кинорежиссер, создатель фильма «Джентльмены удачи». Также известными жителями является его высочество принц Петр Александрович Альденбургский, принцесса Альденбургская Ольга Александровна, младшая дочь императора Александра Третьего. На 2020 год в Рамоне проживает 8545 человек.